Исторический центр Твери А между тем, многие из этих зданий мало в чем уступят творениям мастеров XVIII и XIX веков. Ну или XX века. Мало кто знает, что второе пришествие классики случилось чуть больше ста лет назад. Одним из ярких примеров того стиля, получившего название неоклассицизм, в Твери служит Центральный корпус Госуниверситета. И кто бы мог подумать, что, казалось бы, сброшенная революция из парохода современности классика вновь вернется в Россию. Причем надолго. И это в 30-е годы, когда в ставшей советской стране, казалось бы, прочно господствовал новый стиль архитектуры – конструктивизм. Но конструктивизм, вознивший на волне романтики мировой революции, становился все менее актуальным в 30-е, когда многим становилось очевидным. Поход за мировой октябрь откладывается на непределенный срок, а советская, вроде бы, народная республика, все больше становится похожей на империю. А империи нужно визуальное воплощение. В том числе и в камне. Архитектура ведь она для чего? Она, по большому счету, наглядная идеология для простых граждан. И смотря на какое-то здание, люди должны какие-то чувства испытывать понятные, общие понятные чувства – патриотизма, гордость за страну, испытывать ощущение, что наша страна самая могучая, самая красивая, самая любящая своих граждан. Вот примерно так. И с 35-го года наметился очень явный такой крен советской политики, идеологической, в сторону как раз возвращения к советской революционной империи. Возвращение к тому стилю, который отражал могущество этой империи. И если раньше те или иные стили архитектуры появлялись как результат творческих поисков зодчих, то советский классицизм появился по велению сверху. Это явление, которое выразилось в стиле не благодаря просто вот какому-то естественному развитию событий, а благодаря постановлению партии и правительства, когда в 33-м году Луначарский подписал указ о социализме в архитектуре, и как бы с конструктивизмом в России, в Советском Союзе было покончено. И начался вот такой сталинский ампир или сталинский классицизм. То есть украшательство, то есть советский человек должен был видеть торжество движения к стране коммунизму. При этом сталинский ампир был явлением уникальным. Может даже более своеобразным, чем, например, архитектура американских небоскребов. То есть можно говорить там ар-деко, который появился там в Штатах или в Европе, но советская архитектура, она совсем другая, она гораздо, в общем-то, может быть даже и пронзительнее, потому что она шла, ну, условно говоря, через колено. Вот, когда там в 30-х, уже в 40-х годах поздний конструктивизм был просто, ну, украшен, что ли, декоративными элементами. Однако, конечно, липнина с колоннами – это лишь внешняя сторона классики. То, что бросается в глаза обывателю. Зато, если приглядеться внимательнее, то становится видна одна из характерных черт этого стиля – комплексное развитие территории. Ансамблевость – одна из характерных черт того дореволюционного классицизма, который унаследовал и классицизм сталинский. Площадь Гагарина в Твери – яркое тому подтверждение. Здесь все сооружения – администрация Московского района, вот тот жилой дом или ДК-химволокно – они все выдержаны в одном торжественном помпезном стиле, все украшены замечательными колоннадами. И даже такой обычно непримечательный объект, как доска почета, здесь он тоже выглядит, как настоящее произведение искусства, украшены замечательными каримскими колоннами. Тверь, как известно, довольно прилично пострадала во время войны. Нравится это кому-то или нет, но бомбардировки и артобстрелы расчистили в прямом и переносном смысле простор для фантазии архитекторов советского ампира. Многие старые улицы, когда-то застроенные деревянными домиками, после войны возродились в камне. Одна из них – улица Мусоргского в Заволжье. Здесь попытались создать, пользуясь уже имевшимся планом, уже ориентируясь на лучшие образцы архитектуры 18 века, свое, но и другое. И вот что получилось. Дело в том, что улица распланирована по высотности очень строго. Она начинается с четырех-пятиэтажными домами в самом начале. Обычно, конечно, четыре этажа здесь. Это улица Мусоргского, уходящая туда. Да, уходящая туда. Затем идут трехэтажные дома, и за ними до самого конца двухэтажные. Все они решены в одном стиле с применением типовых проектов, но большим количеством типовых проектов. То есть похожих домов всего один-два, и они более не встречаются на этой улице, встречаются на других. Получился очень интересный такой комплекс, не имеющий аналогов в городе, очень красивый, решенный целиком. Здесь есть и дома, и фонари, изначально были скамейки, полисадники, ограды, тротуары, кондиционные люки. Все решалось в одном стиле, едином. В советское время, особенно динамично, Калинин зашагал на запад. Там уже с самого начала новые улицы украшались каменными шедеврами. По-другому и не назовешь такие дома, возникшие на месте жалких избушек. Этот район был глухой рабочей окраиной, первой улицей Красной Слободы. И застройка тут была, ну, во-первых, одноэтажная, деревянная, во-вторых, она была нерегулярная. То есть улицы были даже не совсем с прямыми линиями. Где-то они были с такими изгибами, где-то дома вообще прерывались линиями фабрик. И вот в эти годы, 20-е, 30-е, появился план сделать из улицы 1-е Красной Слободы городской проспект. Один из первых в таком послереволюционном Калинине. И вот мы видим дома в начале этого проспекта, построенные в стиле, который называется переходный, от конструктивизма, вот в таком вот сталинской неоклассике. Как раз дома напротив нас, которые здесь мы видим, вот они, номер 11 и номер 9. Даже скорее 11 построен более, чуть пораньше, в 35-36 годах. И более поздний номер 9 показывает, как стиль постепенно формируется, как появляется все больше лепнины, появляется все больше такого вот имперской устойчивости, покоя, вот того, что так искали архитекторы и находили в послевоенный период. Немало домов было возведено с использованием стен, фундаментов, построек, разрушенных в годы войны. При этом есть примеры, когда дом вроде бы и выстроен с нуля. Однако профессионал может в нем увидеть черты предшественника. Архитектор этого здания Иван Петрович Изотов, вообще коренной тверетянин, выраженец Калинина, создавая проект этого здания, совершил, ну скажем, гражданский подвиг. Потому что в его фасад оказались включены детали, напоминающие о другом здании, и здании церковном. Это, с одной стороны, подвиг, действительно, в то время, когда церковное здание предпочитали ломать, а не ремонтировать. А с другой стороны, это определенный знак. Потому что классицизм вообще уважает своих предшественников по стилю. И вот что сделал Изотов? Вот эти вот ненужные совершенно, нефункциональные ниши на фасаде, они не нужны с точки зрения даже вот этого портика, колонного. Их назначение напоминать о том, что здесь находился портик церкви Знамения Пресвятой Богородицы, который, к сожалению, не сохранили. Его разбомбили во время войны и, в конце концов, разобрали. А храм тут был очень необычный. Этот портик был построен Николе Леграндом в начале 19 века, воспроизводя еще более ранний портик церкви Екатерины Наневском в Петербурге. То есть фактически цитата-цитаты. И вот такая вот удивительная традиция, удивительная память, она характерна для этого стиля. Вот уж точно преемственность. На месте одного храма появился другой. Храм знаний. Не самая плохая наследственность. Вот этим дверям столько же, сколько и самой библиотеке, около 60 лет массивные, солидные, капитальные силы нужны, чтобы открыть настоящие ворота в храм науки. И в этом вся суть сталинского классицизма. Конечно, и при Николае Первом, во времена расцвета той, русской классики, все было регламентировано. Как строить и в какой цвет красить. Но тогда все же нет-нет, да ухитрялись в какой-нибудь глухой деревне построить что-нибудь недозволенное. При Иосифе Виссарионовиче никакой подобной вольницы не было. В Ампире строилось все. От огромной фабрики до маленькой автобусной остановки. Одной из особенностей того времени было то, что роскошные дома возводились не только в центре. Вот эта часть проспекта Ленина была самой обычной окраиной Калинина. Однако какие замечательные дома появились и здесь. Белоснежные пилястры, гирлянды, венки. Настоящее палаццо. Конечно, здания для рядовых строителей коммунизма отличались от тех, где селили ответственных партийных работников, высший комсостав, творческую интеллигенцию и прочую советскую элиту. Такие дома и располагались, понятное дело, в центре или около того. Да и отделка, что внешне, что внутренне, запросто могла посоперничать с творениями Росси и Стасова. Это здание на Тверской площади. Оно является собой энциклопедию сталинского декора. Энциклопедию, воплощенную в камни. Чего здесь только архитекторы не использовали. И ленточный руст, и разнообразные карнизы, и трехгранные эркли, и очень оригинальные наличники окон, и венки, и гирлянды. Ну и, конечно, здание обильно украшено советской символикой, и чтобы все понимали, оно символизирует собой торжество самого лучшего в мире государства. Более 20 лет в стране победившего социализма господствовал сталинский ампир. В советских городах появились кварталы, где куда ни кинь взгляд. Фабрика – это или жилой дом, университет или школа, театр или библиотека. Всюду фронтоны и колонны, руст и лепнина. Выросло целое поколение, которое и не видело других новостроек. Все бы ничего, если бы не Никита Хрущев решивший, что это жирно – строить жилой дом в стиле зимнего дворца, когда миллионы сограждан живут в коммуналках. Тверское здание ОМВД, господствующее на площади мира, одно из последних в нашем городе, фасады которого еще успели украсить ампиром. На фронтоне сохранилась дата – 58-й год. Буквально еще год пройдет, и Хрущев, построив последний свой, так сказать, памятник вот в этом стиле, станция метро «Киевская» с пышными фресками, роскошными залами, лепниной, волевым решением запретит вот такое строительство, архитектурное излишество. И по всей стране массово начнут плодиться хрущевки, типовые, серые, безликие здания. Они, конечно, в свою роль стреляли положительную, там была от них и польза, людей выселили, понятно, из землянок, но вот этот рубеж, 59-й год, это рубеж конца архитектуры в России, по большому счету, настоящая архитектура. И вот площадь мира – это яркий пример. Одна сторона – это еще неоклассика такая, сталинская, а вот другая сторона – здесь, к сожалению, уже такая раннехрущевская, грустная, серая четырехпятиэтажка. За удовольствие жить в красивых домах и гулять по красивым улицам, понятное дело, надо платить. С этим у нашего государства, надо признаться, и при советской власти были проблемы. Когда-то улица Мусоргского считалась элитной. Квартиры в этих домах давали представителям интеллигенции, высшего комсостава, ну или партийным функционерам. Металлическая ограда дворов, каменные пилоны, к которым когда-то крепились ворота. От них вот радость, что петли остались. Короче, все то, что сейчас называется элитным жильем. Но то ли потому, что воды утекло много со времен постройки этих домов, то ли потому, что здесь совсем не осталось профессоров до полковников. Сейчас эти дома выглядят крайне запущено. И даже парадный вход со стороны улицы зачем-то взяли, да закрыли. Ну прям как у Булгакова. Где-нибудь у Карла Марса сказано, что второй подъезд дома на Причисинке нужно забить досками, а ходить кругом вокруг через черный вход. Кому это нужно? Однако, если в советские времена сталинскую классику, как, впрочем, и весь город, поддерживали в более-менее приличном виде, то потом все стало заметно хуже. Здания начали стремительно ветшать, теряя лепнину, балюстрады и прочий декор. С наступлением тучных нулевых, как-то не парадоксально, ситуация особо не улучшилась. Хотя деньги на ремонт зданий и выделяются, однако качество работ резко упало. Даже на том самом элитном доме на Тверской площади можно увидеть откровенно грубо замазанные карнизы и прочие лепные элементы. И таких примеров по городу полно. Чиновники предпочитают этого не замечать или сетуют на отсутствие полномочий. Штрафы небольшие, сравнительно небольшие, особенно с физических лиц, это вообще, в общем-то, можно сказать, копейки. Но здесь есть еще одна проблема. Администрация города в этом плане не уполномочена штрафовать. А кто уполномочен? То есть у нас нужно, можно составить протокол, передать в областные органы контроля, там, или в Министерство строительства, или там, Госархстройнадзор, то есть Госархстройконтроль. Вот. То есть они как бы уже имеют право там наложить штрафы и так далее. Частный бизнес и вовсе пустился во все тяжкие. Это во времена Саввы Морозовой русские капиталисты состязались друг с другом в роскоши отделки фасадов своих контор, фабрик или доходных домов. Теперь же предприниматели все чаще поступают по принципу «чем проще и технологичнее, тем лучше». Бывший ДК-полиграф комбината – это яркий пример, ну, какого-то апогея, искажения, уничтожения сталинского классицизма. Изящная постройка теперь надежно запечатана под вентилируемым фасадом. В этой связи надпись во фронтоне зданий искусство массы выглядит, ну, явной насмешкой. Они не видят вообще кайфа от того, что они находятся в этих зданиях. То есть они не видят своего счастья, что ли. То есть объект, который, вот там их торговый, какой-то или кафе, там, я не знаю, что-то еще находится в таком здании, он выигрывает от этого. Это не в хрущевке, это не в каком-то там панельном доме, это в объекте, который представляет собой какой-то некий цельный художественный образ. Он мог воспользоваться этим образом, развить его, подчеркнуть своим объектом и как бы внести вот это вот в интерьер своего, там, магазина или кафе, вот этот характер, который бы, ну, в гармонии с экстерьером, уже бы дал интересный результат. Нет, они там по-простому могут действительно там залепить сайдингом или покрасть в совершенно какой-то свой нелепый цвет. Я отдельно, вот, вот есть у меня три окна, вот я их и покрашу, там, и пластиковые окна вставляют вне, в зависимости от общего рисунка, вот, членения оконных переплетов. Это, ну, это без культуры, к сожалению. Один из таких примеров – офис управления госавтонадзора на улице Володарского, обшитый сайдингом. Напомним, что эту разновидность пластиковой отделки фасадов изобрели в Северной Америке для домов в пригородах. В итоге некогда оштукатуренное здание 19 века резко контрастирует со своим соседом-ровесником Домом Поэзии, отреставрированным недавно по всем правилам. Здание 1839 года. Стали рушиться штукатурка. И мы понимаем, что для того, чтобы и сохранить… То есть наше решение, исходя из цены вопроса, потому что оказалось на тот момент гораздо дешевле. Я думаю, что мы к этому вопросу вернемся. Тем более сейчас мы подготовили сметы и будем направлять в Москву обоснование на выделение средств. Во-первых, все еще, опять все, что внутри. И если будет у нас такая возможность, мы, конечно, сайдинг, мы его снимем. Я думаю, что в течение, может быть, не в этом году, а в следующем году будем после вашего разговора. Я тоже задумалась. Ну а пока в результате самопального ремонта в исполнении всевозможных государственных и частных структур у нас одно за другим здание 40-х-50-х годов теряет свой классический облик. А значит, теряет свой неповторимый облик и русский город Тверь. Сталинская неоклассика – это последний национальный стиль в России. После него начинается стиль международный. Вот все эти хрущевки, панельки, современные супермаркеты – это на самом деле не советское изобретение. Такие строились тогда и в Европе, и в Америке, в Африке и Азии их и сейчас строят. И, в принципе, если мы возьмем сейчас любое здание, возводимое в центре Москвы, Сочи, это, в принципе, международный стиль. А вот эти дома 50-х годов – это последние дома, когда архитектор, строивший их, явно воспроизводил какие-то национальные архитектурные формы. В частности, национальные формы русской архитектуры 18-19 веков. Может, раз фасад вентилируемый, значит, штукатурка и лепнина под ним сохранятся до лучших времен. В духе черного юмора шутит главный архитектор. А вообще история развивается по спирали. И когда-нибудь до арендаторов и владельцев сталинских зданий дойдет. Что иметь офис в старинном здании – это престижно. Ведь создается впечатление, что и фирмы существует не одно столетие. И тогда они кинутся энергично отдирать алюминий с керамогранитом и восстанавливать лепнину. Правда, к тому времени, может, уже и восстанавливать будет нечего. И придется заменять оригиналы новоделом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова